Любовь на продажу запрещена законом, но пока есть спрос, будет и предложение. К сожалению, эта часть макроэкономической теории работает и в теневом секторе. Полицейские в этом убеждаются с завидным постоянством. В рамках рейда они совершили контрольную закупку в качестве товара интим за деньги. Задержанных, участниц сделки, полицейские доставили в опорный пункт участковых полномоченных для составления протокола и профилактической беседы. Подробности в сюжете. Бывать в участковом пункте полиции для них не впервой. Пока сотрудник правоохранительных органов составляет протокол, девушки ведут непринужденные беседы между собой, смеются. Однако на камеру лица стараются не показывать. Многие торговцы своим телом при свете дня позиционируют себя как представители вполне законных профессий. Впрочем, после заверений, что лиц видно не будет, дамы идут на диалог со съемочной группой. Первый раз было тяжело, а сейчас нормально. Одна из девушек, назовем ее Альбина, приехала в Новую Рингой из Башкирии. Ей всего 21 год, а она уже успела потрудиться в Сургуте, Тюмени и Тобольске. В этой сфере работает с 18 лет. На вопрос, что толкнуло на торговлю собственным телом, все как одна, говорят о финансовых проблемах, о том, что нужно было как-то жить, и тут же признаются, да благополучие в денежных делах пока далеко. И сейчас легче стало жить? Нет, не легче. Хуже? Так же. Последнее время в Новом Рингой появляется все больше рекламы интимных услуг. Девушки, работающие в этой сфере, знают ответ на вопрос, почему так происходит. Те, кто торгует своим телом в нашем городе, по большей части приезжие, они едут в Новую Рингой на заработки в надежде найти богатых клиентов. Всего с начала года выявлено и привлечено к административной ответственности по данной статье 117 граждан. Возбуждено два уголовных дела по статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации за организацию занятия в проституции. Задержанных девушек ожидает штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. А вот организаторам бизнеса грозит куда более серьезное наказание. Санкции из статьи предусматривают штраф в полмиллиона, либо лишение свободы сроком до пяти лет. Яна Почевская, Андрей Мальцев, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».